Всем доброе утро! Папу выпроводила, сестру выпроводила, чай села пить и вот компания пришла, маме нет выходных, чай дал попить уже хорошо. С добрым утром! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит, холодно здесь, так что она под одеялом у себя в комнате сидела, так что сейчас сделаем огонёк, у нас день холодный, тот, который обещал нам снег, и снег к нам не пришёл, так что снег отменяется, но кострик будет, так что мы могли бы на санках кататься, заместо этого мы делаем домашние работы. В общем, начинаем кострик, чтобы было ещё уютнее нам работать. Немножко коконки туда подложила также. Короче, только мама долезла до ванны, чтобы себя в порядок провести. Конечно, я получаю тут смс-ки. «Забирай меня сейчас же!» Вот Анжелика с её теста. По идее, должно было быть до 12.50, а не до 12.00. Я тут одна осталась! Я говорю, ну, успокойся. Ай, блин. Малой орёт. Другая орёт. «Папы дома нет!» Надеюсь, они справятся. Ой, ладно, побежала я со своим старшим чадом. Ладно. Короче, я продолжаю ехать за Анжеликой. Дэнни мне позвонил, говорит, что закончил так, что едет домой. Если там какой-то хаос, папа скоро будет, его встреча. по работе была совсем рядом с домом. Так что, ну, минут пять и он будет там. Ладно, я уже почти около школы. И... Вот наша ученица. Hey, schoolgirl. О, окей. Вот это её чувства насчёт её теста. Так что, недель так через восемь мы узнаем результаты. так что можно это всё сейчас выкинуть из головы. Уже всё сделано. Волноваться, в общем, нету причин. Волноваться, иди домой, чтобы я могу спрямить. Окей, окей. Она говорит, быстрее, она говорит, меня домой. Хорошо, её парень приезжает через минут так сорок пять. Ей надо волосы выпрямить. У тебя красивые волосы, зачем тебе их выпрямлять? Ладно. А, и сегодня её пригласила на день рождения, но это уже поздно вечером. Ладно, уже заехали мы в соседство. Ой, как тёпленько. Хорошо. Итак, Анжелика ушла на свидание. Я с тремя девчонками и Джашиком. Вначале мы поедем в Омальд, потому что у Скалит осталась ещё денюжка от зубной феи и немножко с дня рождения. Окей, бэби. И она хочет купить игрушечку, ещё одну памзи. Рождественскую какую-то. И потом я младших сброшу бабушке. И мы с Джульетой пойдём начинать покупать подарки. Начнём с младших детей, потому что с ними легче. Ну, не знаю, легче или не легче. Старшие, я так понимаю, они никаких подарков не хотят. Они хотят просто наличные. Так что, с одной стороны, это легче. С другой стороны, тоже как-то неудобно просто денежку дать. Надо, наверное, как-то интересно чем-то дать. Какие-нибудь их не может. Любимые вкусняшки туда их завернуть или ещё что-то. Но это позже. Сегодня мы будем фокусироваться чисто на младших детях. Потому что надо бы подкупить уже бумагу рождественскую. Я вечно жду до последнего. И потом у меня канун Рождества проходит, что я пока дождусь, когда все заснут, и полночи я заворачиваю подарки. Так что, да, едем. В общем, купили мы игрушку, которую Scarlett хотела. Тринка вначале точно такую же хотела. Я не планировала 15 баксов выкидывать сейчас на это самое. На ещё одну. А потом она взяла и поменяла своё мнение. Там какой-то пакетик, там лошадки внутри, какие-то сюрпризы. Доллар с чем-то. Я так, ау, это, блин. То, что надо. Она как-то схватила, так сразу давай выходим-выходим-выходим на выход. Хотя я думала купить там молоко, там картошку, то-се. Да ну его нахрен с тремя маленькими детьми. Нет, это не подойдёт. Ему там и Джульет уже хотела текать. Короче, сбросим малых, будем концентрироваться на том, что надо. Я надеюсь, что продукты я не забуду. Всё можно брать, всё можно брать. Вау! Так это настоящее дерево, вообще нет? Нет. А, окей. Я думала, мне показалось далеко, как будто настоящее. Ой, девчонки довольны. У бабушки маленькая ёлочка. Хоть здесь. А я им только сказала, что у бабушки там дерево. Они сразу с машинами скачали. В общем, мы подъезжаем рядом с мамой. Тут шоппинг-молл. Ой, боже. Люди летят как зляканные, зляканные. Капец. Ну, что я должна сказать? У всех людей одна и та же мысля, как и у меня. Christmas shopping. В общем, рождественские покупки. Все парковки переполнены. Машины туда-сюда шляются. Единственное, вот хорошо, что здесь много разных. В общем, тут много разных магазинов. Это очень удобно. Короче, когда мама сюда переехала, здесь был пустырь, пустырь. И тут как она начала расти эти магазины. Я говорю, мама, все-таки, как удачно ты купила квартиру. Мне это, конечно, очень удобно, что можно припарковаться. О, боже, это дурдом-веселка. Все ездят как зляканные. Зляканные люди. Ладно, пошла я парковку шукать. Так, у меня стоп или не стоп? У них стоп. О, боже. О, боже. Она может каждый раз использовать. Очень куча людей. Я просто там нахожу, не хочу заходить. Ладно. Замечла вот такой, типа, как рюкзачок. Скажем, если из Скаллетт идет к Керри ночевать, она всегда может себе пюджамку засунуть. Вот такой котик. Или салочка. Видимо, такой я помянется. Надо дилеты спросить. Я вот смотрю на такого красивого мальчика сделать, взять. Я не знаю. Хочу купить эту игру. Она как звуки делает. В общем, это как игра по памяти. Надо вступать, наверное, на такую мелодию какую-то момент делает. Не знаю. Зилета себе подарок нашла. Так что от кого-то для ей подарок. Она, конечно, уже знает какой. Ну, по крайней мере, она знает, что что ей нравится. Я нашла себе новогоднее платье, друзья. Бери вот еще одно. Аааа. Джилета говорит, только я могу это платье сделать. Чтоб он еще хорошо выглядел. Я буду как большая бомбочка в нем. Эй, Джошка купила первое Рождество. Все-таки купила этот костюмчик. Why? So, you decide, girl, what you want? My new jacket. Джилета видит всякие вещи, которые она хочет. И теперь не знает, хочет она деньги или же куплять вещи. Сейчас забежала сюда. Нашла этого котенка. Это то, что Скаля хотела себе найти помещение. Я не смогла купить. Вот купли я на Рождество. Кей, you can give me one. Интересно, что Скаля... Когда я искала для Скаля эльпа. В общем, Скаля сказала, что она хочет вот эти одежки для своей эльши. Так что я вспомнила, где видела. Мы аршали, мы зашли. Сейчас ей куплю. Так же она хотела... Жилетка, чтобы была меховая и золотистая. Ну, тут есть золотой люрикс вот здесь вязке. А здесь вот мех. Мы думаем купите это. Я думаю, что это будет. Да, это красиво. Очень красиво. Мы нашли бамбуковые палочки, чапстики или как там по-нашему. В общем, туда есть целых пять пар. Ну, ладно. Пусть развлекается. В общем, продолжаемся шопить в этом моле. А мы уже были в росте, в Майклсе, в Маршале. Не знаю, в рот его, наверное, нам уже не надо. Я не знаю, че. Окей. Игрушки подарки будут типа Санта Клауса. Легенькие, которые не должны это со мной прокинуть, этот крючок. Так что да. Ищем. Я ходила в игрушках и вдруг увидела игрушку вот этого чудика. И вспомнила, что Скарлетт захотела это кино очень. Оригинальная цена была 28 долларов. Сегодня сейл на 20 долларов. Я не думаю, что мы сможем купить это здесь. Потому что это должно идти из бокса. Тут даже особенная коробка. Я имею в виду. Я имею в виду. Я имею в виду. Окей. Ну ладно. Машин до хрена и больше нам идти. Аж далеко далеко туда. Аж туда. Жилета страдает. Молоко не... Молоко. Молоко дала. Я вспомнила, что молоко надо. Давай дай мне кнопки, и я двигаюсь к тебе. Ах, смотри. Она говорит, что сейчас привезет машину. У нее же пермит есть. Ты взял свой пермит с тобой? Что? Ты взял свой пермит с тобой? Что это пермит? Пермит с пермит. О, нет. О, окей. В общем, мы у бабушки. Девчонки уже уходить не хотят. Это самое... Мы еще из Жилеты купили печеньки. Ну, будем чай, наверное, уже дома пить. Чуть-чуть. А бабушку оставим в покое. Девчонки. Давай, что вы делаете. Девчонки уходить не хотят. Малыш писихует. Не дрыгается. Ой, в общем, и мы устали, и бабушка устала. Честно говоря, я так не привыкла к этим очередям в Америке. В общем, до очереди были. Но мы хоть полдела сделали. Так, мы уже дома. Джорджик, мы дома, да. Ой, что-то вообще темно-темно. Я подогрела. Окей, подожди. Ой, вообще темно. Капец. Ой. Я чаю подогрела. Тут и Дэнни, и мне, и Джудете. Будем релаксовать. Пока. А там еще Анжелика должна скоро вернуться, переодеться. Я не знаю, Дрике ее повезет в ресторан к девочке. Она день рождения или мне придется везти, не знаю. Но мне придется ее забирать с ресторана, это точно. Ну, в общем, пошла релаксовать, пока меня никто не тюкает, не трогает, и вообще. Да, Джошик? Если бы еще он заснул, вообще лепота была. Ну, ничего. А, а Джульетта уже, короче, не терпится. Она уже начала это, подарки завертывать. Короче, упаковывать. Так что, ура! Она мне помогает с этой работой. О, мой бог, на стиле тоже тут, смотрите. Работает во все. Уже сколько подарочков. Это все? Да. Да. Вау, круто! Вау! 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 Посмотрите, как хорошо выглядит это. Смотрите, какие блестящие. Я не понимаю. Вау! 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 Бревна занес. Папа целый день полил костер. Огонь, камень. Какое-то самое. И то, что уже было тут рядом, прямо около двери, уже все ушло. А, может, здесь какие-то бревна, которые еще не наколоные. Но сейчас у нас такие угли. Видите, что, в общем, не колоть не надо. Я думаю, все равно будет гореть хорошо. Вау! 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 В общем-то бревна. Вот такие бревна нам притащил. В общем, выхожу с Анжеликой, она уже готова. К счастью, чашек заснула, в Тринете заснули, так что хорошо. Он старшим мало работает, так что я быстренько вернусь. Итак, я дома уже привезла Анжелику, она хорошо провела время, так что все отлично. Малыши продолжают спать. Так что я уже позвала Джульетту, и мы будем смотреть Шерлока Холмса. И на этом, пожалуй, все. Я буду с вами прощаться. Так что огромное спасибо, что вы побыли со нами сегодня. И спасибо за вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я вам желаю спокойной ночи. До новых встреч. И bye-bye.